Это моя Библия. И я есть то, что в ней сказано, я есть. Я имею то, что в ней сказано, я имею. Я могу то, что в ней сказано, я могу. И теперь я смело заявляю, мое сознание готово, мое сердце открыто принять непорочное, неизменное, вечно живое семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда, навсегда, навсегда. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, вы уже наверняка сидите, но я хочу вас благословить сейчас, принимайте это слово, которое связано с нашим сезоном. Время посещения. Время посещения. То, о чем мы сейчас будем говорить, оно связано не только с Иерусалимом, оно связано как раз с каждым из нас, и для нас это очень важно. Каким для нас является время посещения. И начну я с конца 19 главы. Потому что всем известно, что в Евангелии от Луки в 19 главе как раз описана ситуация, когда Иисус въезжал в Иерусалим. Но я хочу сейчас эту главу просмотреть практически целиком, может быть, фрагментарно, но по крайней мере, чтобы нам войти в эту тему и понять, что такое время посещения и как оно для нас сегодня выглядит. Насколько нам важно его не пропустить, потому что конец этой главы, практически финиш ее, говорит об этом. Когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал, о, если бы ты, ходя в сей твой день, узнал, что служит к миру твоему. Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Итак, друзья, когда мы с вами молимся сегодня за страну, я хочу сказать, что нам очень важно узнать время посещения. Сейчас особый сезон, это как раз время посещения, когда надо отреагировать на то, что делает Господь, и дать ему обратную связь. Потому что если, говорит, хотя бы в сей день узнал, потому что даже день еще был как возможность, последний день, когда он въезжает в Иерусалим. Почему? Потому что до этого он воскрешает Лазаря. И весть быстро разнеслась, что мертвых он тоже может воскресить. Да, были еще несколько воскрешений до этого, но Лазаря он воскрешает перед своим воскресением, показывая, что я не останусь лежать там, где меня положат. Потому что Лазаря уже тоже положили во гроб. И вот теперь, когда весть разнеслась, он тот, кто воскрешает мертвых. А что это такое за весть, друзья? Если мертвые воскресают, то тогда жизнь, она может никогда не закончиться. Вот так могли мыслить люди. Потому что тогда юность может обновляться, и на самом деле так и есть. Но мы сегодня еще эти ресурсы мало используем, как новое творение, как люди, которым надо познать эту часть. Но сейчас, пока мы говорим о глобальности, о земле нашей, о стране нашей, где необходимо увидеть вот эту часть дня. О, если бы ты узнал хотя бы всей твой день, что служит к твоему миру. Но это ныне сокрыто от очей твоих. Вопрос, почему? Если Бог закрыл глаза, то почему Он сам же и плачет в лице Иисуса Христа? А дело не в этом. Не Бог закрывает глаза и захлопывает, а жестокость, гордость, непрощение, свои взгляды на ситуации, которые дают фильтром быть. Потому что даже ученики, которые ждали Христа, они ждали Его как избавителя в физическом мире от Рима. И поэтому, если глаза наши сегодня закрыты, то в этом не Бог виноват. Соответственно, молиться о том, чтобы открылись глаза, это значит начать работать со своим сердцем. Потому что туда попадает Божье Слово, которое открывает глаза. Вкусите и увидите, как благ Господь. Когда мы едим, то это становится мазью для нас. Оно освещает нас изнутри, и глаза наши начинают видеть картину по-другому. Посмотрите, как в обществе сегодня реагирует на то событие, которое покрыло всю землю сейчас. У каждого свои взгляды на этот вопрос. У каждого свои ощущения этого вопроса. Кто-то 100% доверяет той информации, которая идет из каналов СМИ. Кто-то начинает до чего-то догадываться. Кто-то понимает, что тут есть и происходит какой-то заговор. Друзья, но что нам важно брать во внимание и в фокус? Господь правит над всей землей. У Него все во внимании. Он не потерял нас из виду. Он знает, где мы и что с нами происходит. Поэтому сегодня то, что мы с вами можем слышать, видеть, понимать и чувствовать, это Божий день посещения всей земли. И так важно его не пропустить, чтобы то, что мы прочитали ниже, не постигло землю. А ведь Господь нам говорит, что это придет. Оно придет. И казалось бы, мы же не можем это отменить. Как и Христос плакал, но отменить не мог. Но сейчас у нас есть возможность как можно большее число людей привести к осознанию, что за сезон. Это не просто эпидемия. Это не просто карантин. А это сезон. Это время посещения, где надо услышать это в своем духе и понять, что же я буду делать дальше. Я обещала уже несколько раз, что я хочу прочитать вам всем то послание, которое я получала 3 апреля. То есть уже некоторое время назад. Но я его где-то зачитывала в каких-то наших общениях сейчас по интернет-пространству. Но я хочу сейчас прочитать всем и на чем-то сделать акцент. Не все сейчас я разъясню, потому что тут есть целые проповеди, исходя из той тематики, которую я получала как откровение. Тут это проходит просто фразой. Я даже не буду на ней останавливаться. Потом когда-то я сюда вернусь уже с пояснением. А сейчас я поясню какие-то отдельные фрагменты, связанные с данным сезоном и данным временем. Мой вопрос был. Господь, ты ничего не творишь, не открыв рабам своим пророкам. Скажи и покажи, что происходит сейчас. И на этот вопрос я получаю ответ. Я сообщаю вам, своим детям, что враг просил меня дать возможность сразу накрыть всю землю. Но я не позволил ему, чтобы дать вам еще время для завершения подготовки. Многие из моих детей слышали и не верили. Даже насмехались над теми, кого я посылал с предупреждениями о том, что времени осталось очень мало. Говорили в домах своих, помышляли в сердцах своих, что так говорили давно, но и ничего не изменялось. Но забывали слово мое, что я задолго предупреждаю и внезапно делаю. То, что вы переживаете сейчас, это не моя инициатива и не моих рук дело. Но я умею из ничтожного извлекать драгоценное. И вас обучаю этому. Я знаю, как планы врага обернуть на его голову, как пробудить спящих из моего народа, чтобы не потеряли последнее время, которое стремительно идет к своему завершению. Дети мои, посмотрите, как Иисус шел к своему финишу. Сколько времени он проводил со мной, как со своим отцом. И сколько проводил время с учениками. Какую часть времени проводил с людьми в обществе. И как наводил порядок в доме своего отца. Это пример для всех вас, как распределить свое время, чтобы потом не жалеть о потерянных минутах и часах. Мир идет к своему концу, а вы идете к своему воздаянию. Посмотрите, кого вы хотите взять с собой в зону воздаяния. Я подарю их вам, как подарил Павлу, плывущих с ним на корабле. Вы сокрыты во мне, и я вселился в вас. В такой комбинации вы можете гораздо больше, чем делаете, и гораздо больше, чем представляете. больше того, что вам известно. Пришло время распечатать эту тайну. Христос в вас упование славы. Сейчас открыт доступ к моим ресурсам, но принять и пользоваться смогут только те, кто освободил для этого свое сердце. Наполниться можно только двумя путями. Через расширение сердца и освобождение его от ненужного и старого. Доступ открыт. Завеса разорвана. Двери открываются перед теми, кто давал встраивать в предыдущем сезоне внутрь себя мои драгоценные камни. Ключи. Чтобы двери перед вами распахивались по мере приближения к ним. Я уже радуюсь тому, в какой восторг вы будете приходить, когда двери перед вами начнут открываться. И еще в больший восторг вас приведет то, что вы обнаружите за этими дверьми. Дерзайте разговаривать со мной и просить меня о самом масштабном и невероятном для вас. Помните, что для меня нет ничего невозможного. Ограничения есть только в вашем разуме. Простирайтесь духом над всеми ограничителями. Соберите всю веру, которая есть внутри вас и востребуйте свое наследство. Это время воздаяния, которое идет впереди меня, пред лицом моим. С силой слова разрушайте преграды в вашей жизни. Повелевайте ему идти от вас. Этим же словом призывайте наследство в вашу жизнь и в вашу реальность, в которой вы сейчас живете. Итак, друзья, хочу только остановиться на одном из пунктов прочитанного. Это возьмите в зону воздаяния тех, кто вам дорог. Это как раз возможность, когда мы принимаем причастие, приглашать этих людей. Не потому, чтобы они, неверующие люди, принимали причастие. Я сейчас о другом. Я сейчас говорю, когда мы берем то, во что мы верим. И это, кстати, тоже важный момент. Мы не приглашаем людей, неверующих, к принятию причастия. Надо сначала принести покаяние. Без покаяния это может разрушать людей. Потому, что покаяние это уже выход к заветным отношениям. После чего мы приглашаем людей уже принимать причастие. Потому, что после этого, когда человек уже принял в своем сердце решение стать под покров всемогущего Бога, он может пользоваться этим ресурсом. Но, как необходимость потом еще заключить завет и в крещении. Это тоже важная часть заветных отношений. Кто-то может не давать даже причастия, пока не приняли крещение. Но сейчас у нас нет такой возможности, может быть, крестить, а людям уже сейчас надо принимать жизнь внутрь себя и освободиться от всего того, что является страхом и паникой. Поэтому, друзья, сейчас должна быть очень важно выработать выработанная культура почтения к Божьей трапезе. Культура отношений наших с этим Божьим ресурсом. И поэтому те, которые принимают причастие как христиане, то это важно. Те, которые еще не христиане, просто говорите, Господь, они тоже с нами встанут в этот круг. Если еще не сейчас, но они встанут и придут сюда, как осознанно принявшие вот этот призыв в день посещения. Друзья, сейчас день посещения, когда надо молиться об открытых глазах для тех людей, которые не знают, что происходит. Им кажется, все пройдет и встанет все на свои места. Уже не встанет. Я, может быть, не в радостную весть говорю, но хочу сказать, теперь уже пойдут следующие события. Об этом нам четко говорит книга Откровения. Какие потрясения за этим придут? Придут определенные бунты, придет определенное насилие и даже война, после чего наступает голод, а потом и так же моровые все язвы. То есть это все последствия одно за другим уже нам сказано, как это будет, но что для нас является доброй вестью. А вас, благоговеющий пред именем моим, над вами взойдет солнце правды, исцеление в лучах его. Вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, потому что я полагаю разницу между служащими и неслужащими. И вы знаете, когда все было одинаково серенько, то невозможно было это увидеть. А теперь будет слишком ярко выраженная граница между служащими и неслужащими. Сейчас люди, которые в панике не знают, куда бежать, а те, которые носят себе жизнь Иисуса Христа, они готовы идти в эти палаты и молиться, готовы идти в эти дома и полагать руки и утверждать исцеляющую силу Божьего присутствия. И даже волны эфира для этого задействовать, чтобы не входя в дом, мы тоже можем это делать. Я желаю, друзья, чтобы сейчас армия Божья реально поднялась, поднялась и поняла. Это день посещения. Недавно мне пришлось слышать, вернее, я слышала и раньше, но недавно еще раз прослушала, одно из последних пророческих слов Боба Джонсона, который сказал о интересных моментах в небесах. Еще на тот момент не все, кого он видел, умерли, но он видел трех людей, которые оказались перед престолом. Это люди, которые были известны здесь на земле, и они до сих пор известны. Кого-то знаем мы больше, кого-то меньше. Это не люди, по крайней мере, из нашего окружения, но это те, которые в христианстве являлись Божьими генералами. И один из них это Джерри Фоуэр, первый, который очень отличался силой праведной жизни, святости перед Богом. Он ходил, он за это боролся, он в этом жил сам, он других побуждал. Но когда он предстал перед Божьим престолом, ему надо было отдать отчет за Церковь Божью. И вы знаете, какой вопрос был задан ему? Почему благочестие ушло из церквей? Казалось бы, тот человек, который за это ратовал, об этом молился, но этот вопрос сейчас ему был задан. Почему благочестие ушло из церквей? Я думаю, что в день посещения нам надо услышать этот вопрос и вернуть свое отношение к благочестию. Здесь мы не ответственны сейчас за других людей. Почему этот вопрос был задан именно ему, потом мы услышим в конце. Но сейчас я хочу, чтобы каждый для себя это понял. Господь, благочестие в моей жизни, оно в каком состоянии? Оно сегодня разменная монета? Либо это ценность, которую я не отдаю? Благая честь в своей жизни, в своем образе, мышлении, отношении. Благая честь. Второй человек, который предстал перед Богом, Орел Робертс. Это тоже человек веры, удивительной веры, который верой творил такие дела, и не только в физическом мире, созидая строительство огромного института Орел Робертса, который до сих пор работает, и в этом институте, это институт медицины, но там же и проходило много людей подготовку как медиков, так же и пророческого посланничества, чтобы люди на этой территории молились за исцеление и добавляли физические методы, если понадобятся, а не наоборот. И вот этот человек веры, когда предстал перед Богом, вопрос заданный ему, чтобы он дал отчет, почему вера пошатнулась в церкви, почему вера ушла. тоже, казалось бы, какой странный внутренний показатель, да, то есть тот, который и так делал, творил все, что он мог, почему вера ушла из народа, из церкви, почему она стала больше формальной, чем созидательной, почему она стала той, которая сегодня не оживляет то мечту, не оживляет надежду, не оживляет вокруг людей, почему? И вы знаете, там была связка, верность пошатнулась. Сегодня так много неверности оказывается тоже на территории и Царства Божьего, и поэтому требуется от домостроителя, чтобы он был человек верный. От самого старта апостол Павел сказал эту фразу, и для нас это имеет сегодня тоже значение. Быть верным значит прийти к вере полноценной и живой. Я желаю, друзья, чтобы и этот вопрос у нас остался сегодня. Ушла ли из моего сердца вера, либо она сейчас нарастает, потому что это день посещения, это день взвешивания, это день осмотра Церкви Христовой. И третий человек, который на тот момент еще был жив, когда видел это видение Боб Джонс как пророк, это человек Билли Грэм. И к нему тоже было слово. А почему евангелизм живой, полноценный ушел из земли? Человек, который сам всю жизнь посвятил евангелизму и был верным со своей командой. Мне пришлось быть в его музее и видеть, какие люди окружали его, с которыми он прошел более 50 лет служения. Это люди, которые не оставляли, его рядом всегда находились. Это трубач, которому было 105 лет, и он продолжал трубить. Удивительно, друзья, вот эта команда верных людей, которые могли евангелизировать мир и на уровне президентов, и на уровне стран, и на уровне разных наций он это делал. И вопрос к нему также прозвучал. Почему евангелизм живой, полноценный ушел из земли? Друзья, какой вывод из всего этого? Дело в том, что сейчас уже все эти три мужа, все эти три генерала стоят перед Богом. Но продолжение этого видения было в том, что когда последний предстанет, то тогда Бог многократно и зальет эту природу благочестия, веры и верности, и евангелизма в огне и в Божьей силе. Зальет на землю в многократном варианте, потому что эти люди, которые пришли пред Его престол сейчас, это как когда-то Бог сказал Аврааму, Авраам, я тебя размножу. И сейчас, когда они уже сделали, что они могли, Господь определил излить это на свою церковь, и поэтому нам сейчас надо быть тем человеком, той церковью, той семьей, тем родом, тем городом, той страной, кто узнал время посещения. Слава Богу за то, что мы сегодня с вами имеем такую привилегию, такую возможность, такое время задуматься об этом и сказать, Господь, пусть день посещения мимо меня не пройдет, и так как у нас, как у России, есть еще время недельного предстояния пред Богом перед пасхальным служением, то я желаю, чтобы для нас это время излияния молитв пред Богом, это время, когда мы можем брать от Божьей трапезы и питаться от нее каждый день, потому что время опресноков, это каждый день, когда люди совершали в домах своих причастие. И у нас также сегодня в домах эта возможность присутствует. Что касается 19 главы Евангелия от Луки, в которой мы с вами уже с конца начали двигаться, там день посещения есть для разных категорий людей. Эта глава очень многоплановая. После того, как в 18 главе произошло исцеление слепого, и чудо это вызвало радость, восторг, то дальше мы читаем 19 главу. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мало был ростом, и забежав вперед в лес на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Для меня это очень интересный текст, который мы часто рассматривали раньше, может быть, не настолько часто, но я к нему обращалась неоднократно. Но что для меня в этот раз стало удивительно. Во-первых, это день посещения для Закхея. Во-вторых, это определенная категория людей начальников. Начальников над денежной системой. Тогда, когда среди вот этих начальников начинается прозрение. Какое прозрение, друзья? Потому что, посмотрите, само имя Закхей, вы знаете, что сейчас я прочла, люди стали роптать, что он зашел к грешному человеку, он зашел к ненавистному для людей человеку, потому что он был сборщиком налогов, да еще и начальником над теми мытарями, которые собирали. И поэтому к нему отношение было очень негативное в обществе. И сегодня у нас есть тоже часть людей, к которым негативное отношение, когда кто-то голодает, а кто-то пирует. И кто-то пытается еще своими возможностями угнетать еще больше. Посмотрите, здесь день посещения для таких людей. Я хочу помолиться вместе с вами сегодня в течение этого дня и поста благословить Закхеев на покаяние, потому что у них есть другое имя или значение имени, которое было под налетом духа Мамоны. А посмотрите, что значит имя Закхей. Достойный, чистый, праведный, справедливый. Как видел Бог его и как видели люди. Не потому, что Закхей не давал повода и не было у него грехов. Конечно, было, потому он и сказал, кого обидел, воздам в четверо. Но идет речь о том, что его суть никто не смог изменить. Бог туда пришел и быстро все восстановил одним посещением своим. И поэтому я хочу, чтобы мы не закрывали глаза на грех, а говорили Господь, посети наших Закхеев в нашей стране, посети людей, которым сегодня надо узнать, что такое день посещения. Приди так, как ты пришел и сказал, а мне надо в дом твой войти. Скажи сегодня правителям, скажи сегодня бизнесменам, скажи сегодня людям культуры, скажи сегодня системе образования, скажи сегодня системе здравоохранения. Я должен быть в твоем доме. Друзья, у нас с вами есть такая привилегия, возможность молиться об этом, чтобы Закхеи узнали день посещения, чтобы эта природа праведности возвратилась подлинная, а не то, что навязано врагом, как лицемерие, как коррупция, как жажда власти, которая усиливает гнилостность внутри. Измененная внутренность даст тоже усиление властью, даст усиление финансами, и тогда эти финансы перейдут на царство Божье, и действительно, Божьи проекты начнут строиться. Я сейчас не о том, чтобы от жира выкатывались глаза у христиан, я сейчас о другой совершенно говорю, обеспеченности. Я говорю о том, чтобы в это последнее время действительно создать Божьи проекты, при которых миллионы будут каяться. И один из таких проектов у нас храм Библии. Я верю, что Господь даст услышать тем людям, кому надо это услышать, потому что он действительно нуждается в огромном финансировании сегодня, потому что это масштаб масштаб не одного отдельно взятого бизнесмена, не отдельно взятой группы людей, а это масштаб действительно огромного количества финансов, но которые нужны сегодня для Царства Божьего, чтобы поднялась эта Божья работа, как храм Библии, который будет распечатан в своих тайнах, который будет распечатан для последнего времени. Каждый, кто посетит это место, не останется прежним, потому что он соприкоснется с жизнью Божьего Слова, а не просто с фрагментами музейных экспонатов, потому что там этих музейных экспонатов как раз не будет. Будет ожившая Библия, будет ожившее пространство, куда, войдя, можно встретиться с живым словом Божьей проекции. Итак, друзья, следующая часть, которую мы видим здесь. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Это то, что сказал Христос о Сакхее. Поэтому те люди, которые погибшие сегодня, Господь протягивает к ним руку и говорит, «Мой день посещения сегодня к тебе направлен». Еще одна категория людей, которые здесь хочется отметить очень коротко, потому что я думаю, что об этом тоже стоит сказать отдельно. Это с 11 стиха. «Когда же они слушали это, превосокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима. И они думали, что скоро должно открыться Царство Божье. Мы тоже думаем, что мы находимся в сезоне последнего времени». И так сказал, «Некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться, призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Ключевое слово «своих». И дал каждому одну мину, дал каждому одинаковое количество. Но если мы просмотрим дальше, что произошло, тот, кто имел одну, принес десять, тот, кто имел пять, одну принес пять, и тот же, кто имел одну, завернул, спрятал в платочек. Мы не знаем, что с семью остальными. Тут только представлены три человека. У нас с вами есть выбор. Присоединиться к каждому из присутствующих, либо к этим первым двум, которых мы назвали. Люди, которых мы побуждаем к служению. Вот сегодня на данном этапе люди, которые уже в служении, они могут общаться друг с другом в интернетном пространстве, потому что они легко командами сразу соединяются. Те, которые остались на где-то обочине, сегодня трудно собрать этих людей. И это сезон проверки, это сезон посещения. Поэтому я хочу, чтобы вы для себя тоже услышали, в одиночестве сейчас оставаться нельзя категорически. Потому что это время, когда мы можем друг друга поддерживать. Время, когда можно обнаружить ложь и помочь друг другу с ней разобраться. И поэтому не прячьте в платочек то, что еще надо пускать в оборот. Это ваше время, это ваши таланты, это ваши жизни. Потому что тогда, когда последний сказал, а я знал, что ты человек лукавый, жестокий. На самом деле он сам таким был, поэтому так подозревал Бога или подозревал этого богатого правителя. Но это же образ нашего небесного Отца. В результате у того, у кого было 10, ему еще отдается и вот этот единственный. Потому что он может с ним разобраться так, что он еще 10 принесет. Я желаю, друзья, чтобы среди нас, среди церкви, в которой мы служим, не было тех, которые завязали бы в платочек что-то драгоценное. Отдайте в оборот. Потому что в данной картине мы видим, что всем было дано одинаково. Но кто-то это так приумножил, а кто-то это спрятал и думал, что он сохранил. И потому это еще одна параллель в этой главе. День посещения – это день взвешивания результатов. Это день взвешивания того, что мы имеем и что можем иметь. И еще одна часть, уже теперь та, к которой мы с вами пришли. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Когда приблизился к Вифаге и Вифании к горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите в противоположное селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязав его, приведите». Вот это уже прямая тема нашего сегодняшнего общения, хотя мы уже в теме, говоря о посещении, день посещения. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, «Он надобен Господу». Кто такой осел? И почему он сегодня в фокусе внимания? С одной стороны, потому что на нем въехал Иисус, с другой стороны, потому что было пророческое слово через пророка, что именно на осле войдет царь. Осел, он символ мира, а не символ войны. Он не поехал на коне, чтобы показать, «Я с войной иду к вам». Нет, он ехал на, осле, показав о мире, желание мира этому городу, этому народу. Но сегодня я хочу посмотреть на осла несколько с другой стороны. Дело в том, что когда-то, где-то около года назад, мы с вами рассматривали тему помазания из Сахара. Помазание Завулона, помазание из Сахара. У нас были особые служения, посвященные этому. Сейчас я возьму только некоторые фрагменты оттуда, потому что в одном из благословений Иакова для Иссахара звучало такое слово. «Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани». Посмотрите, сейчас время покоя. Сейчас время, когда мы можем либо жить в беспокойстве и бояться, либо успокоиться под крыльями Божьими и говорить, «Господи, что ты сейчас делаешь лично в моей семье, лично в моей судьбе?» То есть выбор делает человек. И вот у Иссахарова помазания, у Иссахарова колена есть возможность найти место покоя между речьями. То есть лечь там, где есть потоки, лечь там, где есть жизнь, лечь и отдохнуть, чтобы потом набрать силы для труда. И то, и другое у Иссахара есть, как у осла. Этот образ для нашего сезона, друзья, для нашего времени, это время посещения, помазания Иссахарова. Я хочу, чтобы его тоже востребовали в духовном мире в молитве своей. Еще одно слово, уже второзаконие, тоже о Иссахаре. «О Завулоне сказал, веселись, Завулон, а в путях твоих и Иссахар в шатрах твоих». То есть Иссахар, веселись и радуйся в своих домах. Это то время, которое у нас сейчас есть. Друзья, не живите сейчас в страхе, не живите сейчас в унынии. В чем разница между служащими и не служащими Богу людьми? Те, которые знают своего Бога, они могут радоваться, невзирая ни на что. Они могут танцевать в своих домах, они могут славить своего Бога. И это как раз говорит о разнице, потому что свет начинает усиливаться внутри нас, вокруг нас, в домах наших и в окружении нашем. Нас начинают узнавать по сиянию, которое на нас, а не по угнетению, которое сегодня в глазах людей считывается. Когда ты с ними встречаешься, даже в магазине, ты видишь, какая безысходность в глазах, а у тебя свет и радость. И вы знаете, даже при таком посыле люди, которые там сегодня работают, они стараются тоже отстраниться. Но если задаешь вопросы, ты наполнен вот этой радостью, то тебе сразу готовы помочь, тебе сразу готовы ответить, потому что это помазание из сахара, оно сияет, оно светит в нас. И пусть оно поднимается таким новым, новой возможностью. Итак, веселись в шатрах твоих. Созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы. Друзья, наши законные жертвы поклонятся Богу и днем, и ночью. Это законное право в духовном мире мы имеем и его используем. Поэтому мы поклоняемся. Это законная жертва. И созывают людей на гору. Что мы с вами делаем? Также созываем вас на гору молитвы, на ночной молитве, на домашние перспективы молитвы, когда вы можете командами связываться сейчас в программах специальных для конференций. Итак, друзья, мы созываем, как колено из Сахарова. «Ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке». Вот это то, что связано сейчас с закхеями, которым надо прийти, и помазание из Сахара. То, что сокрыто в песке, почему ты топчешься, оттуда может достаться драгоценность. И Господь говорит, я дам вам вот это богатство. Это особое время, это особый сезон, когда нам надо не просто со всеми говорить, да ладно, я смиряюсь с потерями. Нет, не смиряйся с потерями, потому что Бог тебе эти потери не предназначал. Ты скажи, а я забираю все назад, и оно ко мне приходит. Даже из песка будет приходить ко мне сокровище, потому что я в числе Божьего народа, я в числе Божьих детей, которые знают рубный зов, и я знаю, что я щедр для Царства Божьего, поэтому я и востребую сейчас то, что мне принадлежит. Это то, что я прочла в послании прежде. Востребуйте свое наследство. Не потому что Бог его хочет удержать, а потому что страхи его удерживают. Но когда мы с вами идем туда бесстрашно, то мы говорим, а мы берем, мы берем, мы призываем это наследство, и оно к нам приходит в полном объеме и в полной мере. И еще одно слово об Иссахаре. Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что и когда надлежало делать Израилю. Разумение для времени, разумение для сезона есть у Иссахара. Поэтому осел, на котором въезжает Христос, это помазание Иссахара. И он нам говорит, если вы хотите встать в это число, то поймите эту природу. Будьте тем ослом, который предоставит свои плечи для ношения дания. То есть, когда будешь работать, чтобы отдать в Царство Божье все, что в твоем сердце, все, что в твоей жизни в этот последний сезон в сокровищницу неба, с одной стороны передавать, а с другой стороны брать как воздаяние сюда, на землю, пока мы живы и пока мы в этом нуждаемся. Итак, друзья, разумение колено Иссахарова. Потому что там было 200 людей, их было 200 главных, и все братья следовали слову их. Поэтому я хочу вместе с вами вызвать этих людей в Царстве Божьем, вызвать их в обществе, и чтобы в них понуждалось общество. Из тех людей, которых Бог сегодня помазал печатью из Иссахара. А теперь мы возвращаемся к Луке, 19 глава. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяеву сказали им, зачем отвязываете осленка? Они отвечали, он надобен Господу. Итак, друзья, здесь я хочу тоже вам предложить, сказать каждому, кто будет пытаться вам удерживать ваших детей, а он надобен Господу. В молитве отвязывайте в этот сезон своих детей, своих мужей, своих внуков, отвязывайте, говорите, он надобен Господу. Я его посвящаю Господу. Бог сам будет работать, он знает как, потому что ему привели, а он сел, он уже дальше использовал этого осла. А в данном случае Господь хочет употребить всех, кого он дал на этой земле как рожденными. И привели его к Иисусу, и накинув одежды на осленка, посадили на него. И вот теперь интересно, когда Иисус поехал, говоря, люди пели вокруг, кричали, благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава Вышних. Это очень интересная фраза, друзья, мир на небесах и слава Вышних. Кто из вас помнит, что пели ангелы, когда родился Христос? Слава Вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение. А здесь мир на небесах и слава Вышних. А земля куда исчезла? С благословением. Почему ее здесь нет в этой фразе? Потому что, когда родился Христос, Он принес мир. А когда Он уходил, то мир не то, что забирался, а люди, которые не приняли Его, они не могли дальше оставаться в мире. И потому сегодня у нас также есть необходимость сказать Господи, если мир на небесах и слава Вышних, то мы хотим, чтобы этот мир еще с нами пребывал. Потому что мы в таком сезоне, когда мира все будет становиться меньше и меньше на земле. только в тысячелетнем царстве это все восстановится. А сейчас мы уже в этом сезоне, когда его надо будет искать. То Бог говорит, а на моем народе этот мир будет почивать. Но Он сказал им в ответ, сказываю вам, если они умолкнут, то камни его запьют, потому что просили, чтобы замолчали, поющие, замолчали, кричащие. Вы знаете, сегодня камни его пьют. Мне прислали небольшую ссылку о том, как на Первом канале говорили с прямо ведущей в новостных каналах, сказал, люди, ведь еще Христос сказал, надо по двое или трое собираться и молиться. Потому что где двое или трое, там и Он посреди нас. Посмотрите, камни стали вопиять с экранов. Слава Богу за эту возможность. Потому что говорит, вы-то не умолкайте, дети мои. Вы не умолкайте. Пусть и камни вопиют, и вы разговариваете. Разговаривайте со мной об этих удивительных моментах и ситуациях, в которой мы живем. И дальше уже то, что я прочитывала. О, если бы ты, хотя в сей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят тебя отовсюду, разорят тебя и побьют тебя, детей твоих в тебе и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал день посещения твоего. Итак, друзья, у нас с вами есть время сейчас в посте и молитве благословлять Россию, чтобы она узнала день своего посещения, чтобы она узнала понимание, для чего она здесь, на этой земле, пришла в своему вот этому апогею призвание, когда надо сейчас выйти из всякого невежества, из всякого заточения гнева, из всякого бунтарства, с которым она так часто встречалась на своих территориях, чтобы теперь это все было переформировано, чтобы она стала смиренной пред Богом, но мужественной и сильной, для того, чтобы войти в свое призвание. И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих. То, что я прочла из этого послания выше, что в доме Отца Иисус наводил порядок. Поэтому сейчас Он возвращает к нам благочестие, Он возвращает верность и веру, Он возвращает для жаждущих сердец способность евангелизировать и крестить людей, но также Он еще возвращает нам что-то. Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. Бог возвращает способность к молитве, возвращает желание к молитве, жажду к молитве, потому что пока хлама много, молитвы нет, пока суеты много, на молитву не остается время, а сейчас Господь говорит, успокойтесь, дети мои, и научитесь молиться, потому что это время подготовки моего дома, дома отца моего, место обитания его славы в наших сердцах. И пусть он через это будет поистину прославлен. И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Сегодня Господь прикладывает людей, смотрящих, слушающих те программы, которые выходят в эфир. Потому что весь народ неотступно начинает что-то слышать, понимать внутри себя тягу, на которую в этом мире психологи дать ответа не могут, экологи не могут, экономисты не могут, политики не могут, кроме как устрашения. А Господь говорит, а у меня есть стабильность, а в моем царстве никто не умер, а в моем царстве власть над инфекцией, а в моем царстве власть, которую я поделился с церковью, но церкви надо ее реализовывать, не молчать, не прятаться, проклинать корень болезни, насаждать здоровье, утверждать его в царстве Божьем, когда мы принимаем причастие каждый день. Итак, друзья, я хочу, чтобы мы с вами сейчас встали в этой молитве. Я хочу, чтобы мы встали в этом проломе и помолились еще раз за нашу страну, благословили себя именем Господнем. Причастие, кто еще не успел принять, вы можете принять, потому что мы уже это сделали в первой части этого служения, и вербное воскресенье, пальмовое воскресенье, это накануне распятия. Поэтому тут сочетание того и другого. Это тоже понимание всей картины, которую мы имеем сейчас перед финишем всего человечества. Поэтому я хочу вместе с вами сейчас поблагодарить Бога за это. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что могу благословить сейчас народ, и мы делаем это во имя Иисуса Христа. Понимая, что у нас власть на небе и на земле, данная Тобою, чтобы мы могли опускать благословение на землю, то я прошу Тебя, Господи, день посещения, который есть сейчас для этой страны, пусть она не пропустит. Иисус, я прошу о том, чтобы Твое присутствие покрыло головы не только смотрящих сейчас, не только тех, кто будет еще это видеть дальше. Я прошу Тебя, пробуждай уши и глаза. Помазывай сердца, чтобы день посещения не пропустить. Это время посещения, это сезон Твоего посещения, это время взвешивания. Я благословляю Церковь Твою принять новую меру помазания на благочестие. Я благословляю Церковь Твою принять новую меру помазания на верность, на веру. Новую меру помазания на благовестие, на царственное благовестие со знамениями и чудесами последующими, чтобы исцелялись больные, даже воскрешались мертвые, чтобы яд нейтрализовывался, который сегодня в большом бывает проценте в пище, чтобы все эти продукты, которые заражены, получали освящение в домах молящихся. Господь, вот об этом наш голос к Тебе сегодня, о власти, трансформирующей физическую реальность. Я благодарю Тебя, что мы Тебя просим и благословляем страну нашу, землю нашу благословляем, народ наш благословляем, правительство наше благословляем, день посещения увидеть, узнать, не пропустить, а прийти, как Закхей, прийти, как те два человека, которые могли размножить данное Тобою семя. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что мы сейчас пред Тобой, чтобы Ты повел нас в глубины познания Тебя, в глубины познания Твоего сердца. Слава Тебе за это. Благословляй эту неделю. Для тех, кто будет еще встречать Пасху на следующий воскресный день, то я прошу Тебя, чтобы Ты благословил эту неделю быть в опресноках, быть в осознании того, что у нас есть необходимость очиститься, убелиться, потому что Ты хочешь совершить среди нас чудеса. Господь, я благодарю Тебя, что Ты не позволил врагу накрыть сразу все и всех, но Ты еще даешь нам время для подготовки. И когда мы войдем в него, пусть, Боже, церковь Твоя уже будет другой, пусть она выйдет из этого места покоя, войдет на площадку общения с качественным новым сердцем и отношениями с Тобой. Все угнанное, да будет возвращено, все потерянное, да будет найдено, все надломленное, да будет восстановлено и привито к живому корню. И корень народа Твоего пусть будет открыт для воды, а роса будет ночевать на ветвях. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова